Продолжение следует... В те относительно недавние времена книги были очень дорогими. И представляете, за какое бы великое счастье эти молящиеся люди считали бы иметь у себя евангельский текст и читать его, иметь возможность читать его каждый день. Вот у них такой возможности не было. Они восполняли молитвы, они старались чаще ходить в храм, радовались каждому богослужению, на котором они могли услышать Слово Божие. Порой только там они его и слышали. А у нас сейчас такая возможность есть, нужно это ценить. Но весь парадокс в том, что сейчас грамотность всеобщая. Сейчас у каждого христианина есть дома священное писание, разные издания, порой на разных языках, и на славянском, и на русском, и на греческом можно приобрести. Но люди не так часто читают. В чем парадокс? Парадокс в том, что наряду с этим благом великим, благом грамотности и доступности, в то же время у человека, человеку доступно многое другое. Многое другое, что отвлекает человека. Это блага земные, это суета, это комфорт. Вот так и получается, что получив такую возможность, мы ею не пользуемся. Это вот, во-первых, о чем хотелось бы сказать, и что должно нас подвигнуть к частому чтению Священного Писания. Вообще ведь апостол Павел говорил, что в общем-то Слово Божие, Слово Истины у нас написано в сердцах. У нас написано в сердцах. Но у нас в сердцах много, что написано. И различить бы, что написал Бог, сотворил нас по образу и подобию своему. А что написал враг рода человеческого. Всякие страхи, страсти, суета. Но чтобы это различить, чтобы услышать голос Бога в собственном сердце, нам и дано Священное Писание. Это Священное Писание нужно читать для того, чтобы различать черное от белое. Добро и зло. Они не смешаны. Да, они смешиваются. Но они есть. Есть чистое добро. Есть чистая истина и правда с большой буквы. И вот, чтобы ее распознать, написанную где-то там в глубине нашего сердца, заваленную суетой, страстями, страхами, нужно, конечно, читать Священное Писание. И церковные люди, конечно, это делают. Делают так, что, например, Святому Силуану Афонскому его знание, его жизнь в истине, в Слове Божьем позволило сказать однажды так. Он говорил, если вот все книги, все варианты Священного Писания вдруг по какой-то случайности, я бы сказал, фантастической случайности вдруг изымут из мира, то христиане, говорит Святой Силуан Афонский, они вновь напишут Евангелие, послания апостольские, потому что это все у них есть уже в сердце. Поэтому давайте будем дорожить этой возможностью читать Священное Писание. Другое, о чем хочется сказать. Вот ведь, как говорят, человек есть то, древние говорили, человек есть то, что он ест. Но точно так же человек есть то, что он читает, чем он живет, что входит в его уши сам, в его сердце. А вот современный человек очень много времени проводит в телевизоре. Даже люди, которые говорят, что не имеем совершенно времени, работаем на двух-трех работах, но у этих людей есть возможность смотреть телевизор. Вот парадокс. То есть, то немногое свободное время, которое остается у современного человека, он посвящает развлечению перед разными источниками массовой информации. Но, и соответственно, формируется этими средствами массовой информации, этими развлечениями, формируется образ его ума. Или образы его ума. Формируется его сердце. Вот так получается. И поэтому, когда люди современно общаются, у них в речи очень полно цитат или аллюзий из рекламы и так далее, и так далее. Из всех роликов, или кадров, или сюжетов, фильмов всем известных. И порой очень низкий уровень нравственности вот этих передач, этого развлечения, в котором проводят свое свободное время, свой досуг современные люди. Нужно стараться наоборот, как можно чаще читать священное писание, чтобы эти образы, образы добра были в нас. Чтобы невольно, когда мы говорим, общаемся, чтобы у нас возникали какие-то параллели с библейской историей. Чтобы у нас, когда мы не знаем, как нам поступить, вдруг возникала эта правда и возникал образ правильного пути вот на основе чтения священного писания. Это, конечно, очень важно. Другой вопрос о том, как читать священное писание. Ну, в разных традициях христианских есть свои правила, свои порядки. Вот у нас в православии священное писание принято читать и молитвенно, и изучать. И так, и так, конечно. Но, в то же время мы понимаем, что даже изучая священное писание, хорошо бы это делать с молитвой, с внутренним настроем. Вот священное писание говорит о Боге. Но, читая священное писание, мы можем тут же вести в сердце диалог с Богом, чувствовать Его присутствие. Его горячее присутствие рядом с нами и в нас. Вот часто есть такая традиция у православных церковных людей, предварять чтение священного писания молитвой. А потом, и прочитав священное писание, тоже вставать, если ты сидел, или если ты стоял, стой, молить Бога. Молить Бога о чем? О том, чтобы светом этого Евангелия, которое мы только что прочитали, Господь просветил не только нас, но и наших ближних, друзей. И, Господи, просвети, говори мы светом Евангелия Твоего, рабов Твоих, и называем их именам. Вот такая традиция есть у нас, у церковных людей. Что еще важно сказать о чтении священного писания? Вот, пожалуй, основное. Вот, можно задаться вопросом, а обязательно ли читать священное писание каждый день? Ну, а как же? Это очень и более чем желательно. Вот, мы каждый день питаем свое тело. Приходя с работы, вечером уставший, всякий человек не забудет покушать, поужинать. Это так. Потому что человек жив, его тело требует пищи. Но если человек жив духовно, то, конечно, освободившись от суетных, хотя и благих, обязанностей в своих течении дня, ведь мы вынуждены в поте лица добывать хлеб себе, как и Господь определил для нас. Так вот, освободившись от всякой суеты, придя домой, разве человек, который жив духовно, не сможет забыть о том, что ему нужно общаться с Богом, что ему нужно питать себя истиной? Одним словом, желание молиться и точно так же желание читать священное писание каждый день, отрываясь от своих повседневных трудов, является признаком того, что человек духовно здоров. Если мы такой потребности не имеем, если мы пришли вечером с работы, и мы помним, что нужно поужинать, никуда не денемся от этой памяти, этой потребности, но не имеем потребности читать священное писание и молиться, то, значит, мы духовно мертвы в той степени, в которой мы забываем и не желаем это делать. Поэтому что делать в этом состоянии? В этом состоянии нужно себя реанимировать, нужно приучать действовать по принципу от внешнего к внутреннему, нужно заставлять себя читать священное писание, продираться сквозь смыслы, и пройдет сколько-то времени, сколько-то времени, и появится навык, то есть привычка. А, глядишь, если мы это будем делать искренне, а иначе и нельзя, то и Дух Святой действительно сделает это нашей потребностью. А когда это станет нашей потребностью, каждодневное чтение священного писания и молитва, вот тогда мы можем надеяться на то, что мы уже духовно не мертвы, а уже, по крайней мере, из духовной реанимации можем быть переведены в больницу и дальше предоставить себя нашему врачу, Богу, чтобы Он исцелил нас, чтобы Он сделал нас живыми, не только по телу, но и по духу, потому что второе переходит в вечность. Продолжение следует...